Конкурс «Рождественский вертеп» – новая традиция Чебоксарско-Чувашской епархии. Он проходит в преддверии Рождества Христова, а итоги подвели на днях. Жюри оценило оригинальность, сложность и мастерство исполнения. В добром рождественском соревновании участвовали 13 храмов, 18 семейных коллективов и воскресных школ из Чебоксарного, Чебоксарска, Шумерли, Канаша, поселка Вурнара и трех районов республики. В творческом состязании в номинации «Вертепу храма вход» пошли фотографии, презентации и даже видеоролики. Очень хорошая идея создания такого конкурса. Какое-то общее дело, которое делается всем коллективом, оно сближается, оно делает людей еще ближе и дружнее. Поэтому я, конечно же, всячески поддержал эту инициативу и даже сам немножко чуть-чуть поучаствовал в этом конкурсе. Удивили наши районы, удивили сельские воскресные школы. Городские, понятно, сельские просто показали просто высокий класс. Разумеется, отдельно выделить кого-то из жюри оказалось совсем непросто. И все же по результатам экспертизы победителем конкурса члены жюри единогласно признали «Снежный вертеп». Он удивил всех ледяными ангелами и живой овечкой у вертепа. Так, Веденский кафедральный собор стал победителем номинации «Вертепу храма» среди городских храмов. А среди сельских в лидерах воскресная школа храма Святой Труицы села Аринино Маргаушского района. Что касается другой номинации «Настольные вертепы», организаторы конкурса особо отметили участие вот этих ребят. Это первоклассники 2-й гимназии Чебоксар. Они собрали свою пластилиновую историю. Наши дети должны знать историю, должны знать азы христианства. Все это складывается в их мировоззрении. И, конечно же, участие в этом конкурсе – это большой праздник для наших детей. Ну, поддержали эту идею родители. Среди лучших настольных вертепов также воскресная школа села Акулева Чебоксарского района, Веденского собора Чебоксар и Шумерлинского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского. Свою работу представила и 10-летняя Даша. Я изобразила вертеп – это пещера, где родился младенец. Там жили пастухи. Занесла сено, положила младенца. Мы с ней много рисунков смотрели. У нас и книжка есть дома. И мы решили, что обязательно, нам сказали, обязательно надо Вифлеемскую звезду делать. Там младенца. Как мы вот увидели, что организуется конкурс вертепов, и мы решили с ней участвовать. Мы придумали все с Дашей. И вот, я думаю, у нас получилась интересная работа. Все участники вертепных команд получили дипломы. Ну и, конечно, самый главный подарок – это настроение светлого праздника. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика.